Послание к Римлянам Послание к Римлянам Послание к Римлянам Друзья, здесь есть очень хороший стих, который ободряет христианин на его жизненном пути. Это стих номер 28, где сказано «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». И действительно, друзья, христианин, тот, кто уверовал во Христа, который полюбил Бога, он может быть спокоен, что в его жизни никогда нет никаких случайностей. Он абсолютно огражден от проявления воли сатаны или от проявления каких-то случайных событий. Он может точно сказать, что все в моей жизни, что происходит, хорошее или плохое, большое или маленькое, все это в руках Божьих и все это содействует к моему благу. Когда-то меня спросили, Денис, а вот если ты случайно умрешь или случайно что-то случится, я всегда отвечаю так, что случайно я не умру. То есть жизнь и смерть в руках Бога, и даже если что-то произойдет такое, это все Богом запланировано. И, конечно, друзья, в этом есть большое утешение, что все в нашей жизни, все человеку, который находится под кровом Всевышнего, он под сенью всемогущего покоится, в его жизни все абсолютно ко благу. Но возникает вопрос, о каком благе идет речь. Так как мы живем в этом мире с вами, то чаще всего наш взгляд направлен на что-то материальное, на что-то здесь ценное в этом мире, и мы ищем благо в этом. Я спросил разрешение рассказать этот пример, и Андрей Степанович великодушно разрешил это сделать. Однажды он не совсем давно был в аэропорту и опоздал на самолет. Как это уже получилось, можете спросить у него. Будучи в аэропорту опоздать на самолет, это надо постараться. Вот, друзья, но, тем не менее, факт остается фактом. И вот он опоздал на самолет и потом рассказывает, что когда самолет улетел, а я остался в аэропорту, у меня возник вопрос, а почему так получилось? Ведь все же содействует ко благу. Так какому благу произошло это событие? И возникла мысль, а может быть самолет упадет? И мне благо, что я остался здесь и ездил на земле. Но самолет не упал, он приземлился, и когда он приземлился, я потом даже Андрея спасил, ты не расстроился? Потому что он приземлился нормально. И когда он приземлился нормально в самолет, тогда возникает вопрос. Ну все, самолет приземлился. Ну, очевидно, благо было бы лететь и долететь до дома. Так зачем тогда это событие было здесь? Ну, почему оно случилось, это событие? Какое благо? Друзья, или кто-то, например, потерял работу, и его утешают, не переживает, и потерял работу. Бог тебе даст лучшую работу, все ко благу. Или человек заболел, не переживает и заболел, Бог тебя сохранил от более сильной болезни или от чего-то еще. Друзья, трудности возникают тогда, когда человек попадает в ситуацию смертельную. Человек заболел смертельной болезнью, через которую через какое-то время он умер. И тогда очень трудно сказать, какому же благу тогда это была болезнь. Здесь, в этом тексте, есть ответ на этот вопрос. Какому благу все содействует? Посмотрите 29 стих. Ибо кого он предузнал, тем, то есть этим людям, кого он предузнал, вот этим самым людям, он предопределил, то есть он положил цель, он показал цель, он назначил конец пути. Какой конец пути? Тем, тут написано, кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего, то есть Иисусу Христу. Оказывается, друзья, если эти два стиха рассматривать вместе, а их нужно рассматривать вместе, потому что в 29 стихе стоит слово «ибо», то есть потому что оно связывает 28-29 стихи. Друзья, эти стихи надо рассматривать вместе, и они говорят о том, что Господь все содействует ко благу. К какому благу? К благу, самому высшему, самому большому благу, это благу быть подобным Иисусу Христу. Друзья, высшего блага нет, потому что это цель жизни христианина, быть подобным Христу, преображаться в его образ, чтобы там в вечности быть с Богом, чтобы быть подобным Ему, чтобы быть братом Иисуса Христа, как здесь написано, дабы он был первородным между многими братьями, чтобы он был похож на Христа. И, друзья, и у Бога самое большое переживание о жизни человека, чтобы он не просто хорошо материально жил, не просто, чтобы он не болел или чтобы у него были хорошие друзья, это все Бог тоже переживает, он знает, что в этом мы имеем нужду, и он заботится о нас и даже дает больше, чем мы нуждаемся в этом. То есть Бог, любящий как Отец, он заботится и о материальном, но о самом большом благе он переживает, о благе преображения человека в образ Иисуса Христа. И вот все наши события жизни, что происходит в нашей жизни, какие-то искушения, переживания, испытания, какие-то трудности или радости, все эти события жизни, они, друзья, направлены, чтобы нас уподобить Христу, чтобы нас научить быть подобными Христу, чтобы преобразить нашу внутренность, чтобы мы стали подобными Иисусу Христу. Друзья, это высшее благо и это высшая цель. И здесь, в предыдущем стихе, в 27, который мы тоже прочитали, здесь написано об испытующих, написано «испытующий сердца», то есть Бог проникает в сердца и смотрит наше сердце, каково оно, и если оно не таково, как сердце Иисуса Христа в каком-либо вопросе, то у Бога возникает цель, а как же сердце вот этого человека, вот этого юноши, вот этой девушки, вот этого брата или вот этой сестры, как его привести в соответствие сердцу Иисуса Христа, что для этого нужно сделать? И Бог посылает разные обстоятельства, которые проводят нас через это, и наши сердца преображаются, и они становятся подобными Иисусу Христу в тех или иных вопросах. Говоря об этой теме, я иногда привожу такой пример. Может быть, и вам когда-то приводил, но уж простите за повторение. Представьте себе такую картину. Стоит лавочка, на лавочке сидят три человека. Один из них – Иисус Христос, то есть сам Христос сидит на этой лавочке. Рядом с ним сидит его ученик, тот, который любит Христа и следует за ним. А следующим сидит нечестивый человек, неверующий, вообще абсолютно далекий от Бога человек. И мимо этой лавочки идет бабушка с какой-то ношей, и вдруг эта бабушка подскальзывается на банановой кожуре, падает, очень смешно падает, руки в стороны, ноша улетает в неизвестном направлении, она вскрикивает так смешно и шлепается на асфальт. И вот интересная реакция вот этих трех личностей. Какая реакция? Ну, нечестивый человек хохочет, ему весело. Это очень смешно, действительно, правда смешно. И это все смотрится так забавно. И он, конечно, вот так вот ему подняло настроение падения этой бабушки. Как ведет себя Иисус Христос? Ну, очевидно, конечно, он не смеется, потому что смеяться над горем больного и старого человека это вообще нельзя. И он, переживая сердцем, бросается на помощь этой бабушки, чтобы помочь. Ну, я верю, что наш Бог бы так поступил, если бы это была ситуация вот в реальной жизни. А как повел себя ученик Иисуса Христа? Вот здесь интересная его ситуация. Вот он живет в обычной жизни, он у него в плоти живет, и, конечно, его плоть, она подсказывает ему, что это смешно. Он начинает, ну, как бы сказать, подавлять себе улыбку, потому что смеяться нельзя, но это смешно. Вот, он подавляет себе улыбку, и он смотрит, как ведет себя его учитель. Учитель бросается на помощь, и этот ученик Иисуса Христа, он тоже через одну секундочку, понимая, что учитель бросается на помощь, он тоже побежал на помощь к этой бабушке. Вот такая картина. Это хорошая картина, правильная картина. Так и должен себя вести ученик. Друзья, но это не до конца определенный путь. Давайте представим себе еще одну картину. Опять лавочка, опять три человека, нечестивый Христос посреди ученик. Но не тот, который недавно стал идти за Богом, а тот, который любит Христа уже очень давно, который с ним вообще не очень давно, который уже научился от него многому, и который находится рядом с ним, и вдруг идет эта же бабушка, она падает, смешно раскидывает руки, шлепается на асфальт, нечестивый также смеется. И в этот момент времени оба личности, то есть Иисус Христос и его ученик, не смотря друг на друга, они сразу бросаются на помощь к этой бабушке. Ученику уже не надо смотреть на Христа, ему уже не надо брать пример, он уже достаточно его хорошо знает, его чувствования, они уже внутри этого человека, он уже уподобился ему, и он точно так же ведет себя, как Христос, просто потому, что он уже научился от него, он достиг его образа в этом вопросе. Друзья, и это цель жизни христианина. Мы в своей жизни должны смотреть на Христа, учиться у него, друзья, но процесс учения должен закончиться тем, что мы должны быть подобны ему в каких-то вопросах. И вот здесь написано, что испытывающие же сердца, то есть Бог смотрит на наше сердце, смотрит на сердце каждого из нас, и он видит, что да, понимание есть, в головах знание есть, но в сердце, в сердце этого еще нет, и он проводит через ряд обстоятельств, чтобы научить нас, чтобы и наше сердце стало таковым же. Ну, я скажу, друзья, в моей жизни было много подобных примеров. Вы знаете, я благодарен за то, что многие молились нашей дочке, когда она потеряла слух, и вот я помню, когда она переболела вот этой менингитом, вот этой тяжелой болезнью, и мы были дома, и три недели прошло, и вдруг однажды утром мы просыпаемся, и у ней температура, болит голова, и я по всем признакам вижу, что болезнь возвратилась, мы поехали в больницу, нам подтвердили вторичный менингит, и положили в Краснодар на еще раз. Мы лежали второй раз в больнице целый месяц. Вы знаете, и я лежал с ней, мне было ее очень жалко, это было очень серьезное испытание, искушение, и это было переживание очень серьезное, и нам дали отдельную палату, потому что болезнь такая тяжелая. И я, друзья, знаете, что обратил внимание? Я обратил внимание, что у меня абсолютно, совершенно изменился взгляд на больных людей. Я никогда этого не замечал в себе. Вот я сейчас думаю, вот я прошел этот период, наша семья прошла этот период, что она дала? И я скажу, друзья, это не моя заслуга, это ни в коем случае не какая-то гордость, это работа Божья, и я теперь совершенно иначе отношусь к семьям, у которых больные дети. Я совершенно иначе отношусь к больным детям или к страдающим людям, людям, которые имеют какую-то инвалидность, и так далее, и так далее. Абсолютно поменялось сердце. Испытывающий сердца знает, что у тебя в сердце, и он знает, что твое сердце не соответствует сердцу Иисуса Христа, и он проводит через обстоятельства, чтобы это соответственно ладить. Друзья, это очень важная мысль. Именно по этой причине апостол Иаков, уже возвращаемся теперь к посланию Иакова, он говорит эту странную вещь. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Друзья, человек, который не имеет духовной природы или у которого духовная природа подавлена плотской природой, которая не живет по духу, друзья, ему понять это почти невозможно, потому что ему нельзя понять, как можно радоваться трудностям. Это же нереально. «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения». Друзья, подобную мысль говорит апостол Павел в послании к Коринфянам в 12 главе 10 стихом. Он говорит такие слова. Смотрите. Второе послание к Коринфянам, 12.10, я прочитаю. Это, друзья, тоже что-то совершенно несвойственное плотской природе. Люди не понимают этого. Я прошу прощения, текст неправильно прочитал сейчас. Там написано «Мы благодушествуем в немощах, в страданиях, в скорбях». Вот эта фраза «мы благоду...» или «я благодушествуем, мы благодушествуем». То есть мы радуемся. В другом послании он пишет, что я хвалюсь. Слово «хвалюсь» это не в плане гордости, а в плане того, что он оценивает это с положительной точки зрения. Он этому радуется, он этому... это воспринимает как что-то очень хорошее. Он говорит, но не этим только, но хвалимся. И кто помнит продолжение? «Скорбями, зная, что от скорби производят терпение». Однажды, друзья, апостол Павел встретился с пресвятерами церквей, и там такие места написаны, что он утверждал души этих людей, утверждал этих учеников своих, этих пресвятеров. Знаете, чем он их утверждал? Чем он их утешал? Что он им говорил для того, чтобы они ободрились? Он им говорил такую фразу, «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное». Вот утешение, да? Поддержал, да? Не переживайте, братья, скорби, они нужны вам. Многими скорбями, очень много скорбей будет вам нужно. Какая радость в этом? А он говорит, они нужны скорби, чтобы войти в Царство Небесное. Там, где Христос, быть подобными Ему, только эти скорби, эти явления жизни, они преобразят вас из сердца так, чтобы вы были подобным, подобным образу Сына, Сыну Божьему, Иисусу Христу. Вот это высокое благо. И поэтому апостол Яков предлагает совершенно иной взгляд на искушение. Он предлагает нам с вами посмотреть на них, как на способность, на возможность стать лучше. Передо мной брат Михаил проповедовал, и, честно говоря, я думал даже, что после его проповеди можно вообще не проповедовать. Он хорошо раскрыл тему и отличные примеры рассказал. И, слава Богу, передал эту мысль. Но хочу повторить, друзья, он сказал эту мысль, что в искушениях, когда приходит искушение, искушение – это или вниз дорога, или дорога вверх. То есть, или ты в искушениях согрешишь, и апостол Лайков об этом пишет, что искушение приводит к греху, или ты в искушениях устоишь, и тогда искушения сделают тебя лучше. Они тебя поднимут, они тебя повысят, они преобразят твое сердце, они станут для тебя ступенечкой, которая ведет тебя к небу. Друзья, Иаков говорит об этом с великой радостью принимайте, да, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Напомню, кто, может быть, об этом забыл случайно совершенно, что есть еще одно послание, которое в Священном Писании такое же, как послание Иакова. Это послание, кто помнит, первое послание Петра. Друзья, такое ощущение складывается, и, скорее всего, верное ощущение, что апостол Иаков и апостол Петр, они были вместе, но они и были вместе в одной церкви в Иерусалимской, и когда произошло рассеяние, а вы помните, что после гонения Стефана произошло великое рассеяние, сколько было членов церкви Иерусалима, кто помнит в Иерусалимской церкви? Ну, минимум 8 тысяч человек, минимум. А сколько осталось после рассеяния? 12 человек. Написано, все рассеялись, кроме апостолов, но 12 человек осталось, 12 апостолов, и все, друзья, все остальные рассеялись, и вот рассеявшиеся эти люди, они рассеялись по разным языческим местам, апостол Петр конкретно указывает какие-то места, Понтия, Галатия, Каппадокия, Асия, Вифиния, вот, и тогда апостолы, оставшиеся в Иерусалиме, они решили проявить заботу об этих рассеявшихся христианах и написали послания, и эти послания Петра и послания Якова, они очень похожи, они настолько похожи, что там даже мысли повторяются, и эти послания очень уместно читать вместе. И вот начало послания Петра, оно точно такое же. Он пишет, смотрите, 6 стих, 1 послания Петра, об этом, то есть вот об этих трудных обстоятельствах, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной, цень не гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. И дальше, 9 стих, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Друзья, то есть этот текст, если разбирать его подробно, на что у нас нет времени, он говорит о том, что вот эти скорби, которые сейчас нас окружают, они не бесполезны, они нужны для формирования нашей веры. Она, эти скорби делают нашу веру драгоценной, драгоценнее, чем золото, которое огнем испытывается. И вот эти скорби приводят нашу веру в состояние, которое послужит к чести и похвале нашей в день пришествия Иисуса Христа. Когда мы придем, когда Христос придет на эту землю, когда он придет за своей церковью, друзья, то вот эта вера, очищенная и преображенная через искушение испытания, вот эта вера, она принесет нам честь и славу, и мы будем спасены, написано, достигая, наконец, спасения душ. Конечно, это большая радость. Радость от того, что Господь всю нашу жизнь использует нам во благо для преображения в Его образ. И поэтому мне хотелось бы отметить вот эту первую мысль, ну, такую важную мысль, у меня две важных мысли будут, вот эта первая, что когда в нашей жизни происходит искушение, друзья, никогда не унывайте. Постарайтесь радоваться, постарайтесь посмотреть на ними взглядом, на них, на эти искушения, взглядом не плотского, а взглядом духовного человека. Увидьте в этих искушениях работу Божью над собою, увидьте в них способность преодолеть самого себя, преодолеть свою плотскую природу, умертвить плотские какие-то похоти, стать выше и ближе к Богу. И когда вы переключите свое внимание или свой разум вот на это мировоззрение, то, конечно, вам станет намного легче воспринимать любые трудности. Когда вы, может быть, эти трудности какого плана? Самого простого плана. Может быть, у вас какие-то есть люди, которые вас раздражают или которые к вам относятся очень плохо. Или у вас материальные трудности. Или вы попали в ситуацию, когда вам что-то неприятно и так далее. Подумайте, что вот эти обстоятельства, они служат тому, чтобы вы стали более близки ко Христу, чтобы вы научились быть как Он, чтобы и окружающие люди увидели, что вы стали Христу ближе. Друзья, это важная мысль и хотелось бы, чтобы вы ее запомнили. Еще раз повторю, что искушение, испытание это нечто важное, нечто полезное, нечто нужное. Посмотрите, как об этом пишет Иаков, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему? Зная, то есть, держа это в памяти, приводя это на память себе самому, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Недостатка. Друзья, совершенно во всей полноте, без всякого недостатка, только Иисус Христос. И здесь написано, что и ваше, вернее, и Божье желание, чтобы вы были такими же, чтобы вы были совершенны во всей полноте, Без всякого недостатка. И это Христос, и Бог нас к нему ведет. Итак, первая мысль, что есть причина радоваться искушениям, потому что Бог искушение использует для того, чтобы формировать из нас образ Иисуса Христа. Вторая мысль, друзья, она прослеживается во всем послании, она довольно интересна. Когда вы будете изучать третью главу языке, то эта мысль там тоже будет прослеживаться. Вот коротко скажу, может быть, я зайду на территорию братьев, которые будут говорить о языке, но коротко скажу эту мысль. Вот в третьей главе там идет мысль такая, чтобы человек не торопился быть учителем, не торопился быть человеком, который наставляет другого, как жить. Вот мне исполнилось 41 год несколько дней назад, и, конечно, это меня очень уныние ввергает большое. Я недавно был в Москве, и мне в метро место уступили, и я так обиделся на этого человека. Я не хотел садиться, он говорит, нет-нет, пожалуйста, садитесь, вам нужнее. Вот. Да, но у меня никакой радости не было, конечно. Так вот, недавно мне, значит, исполнилось 41 год, и один человек мне сказал такую интересную выдержку. А выдержка из еврейских раввинов, он говорит, что там в 18 лет он такой период, в 20 лет такой период, в 40 лет человек начинает что-то понимать, а в 50 лет он способен давать советы другим. И он говорит, поздравляю тебя, брат, ты вошел в возраст, когда ты хоть что-то начинаешь понимать. Вот. Друзья, это действительно так, действительно так, и к 40 годам очень много переоцениваешь в своей жизни, смотришь по-другому на многие вещи. Вот. Но к чему я это все говорю, друзья, что апостол Лайков пишет в 3 главе, чтобы мы не становились, не торопились становиться теми людьми, которые уже способны учить других. Почему? По одной причине. Потому что если ты считаешь себя достаточно мудрым, и ты считаешь себя достаточно разумным, чтобы учить другого человека, то докажи свою мудрость и разумение на самом деле поведением и своим состоянием духа, то есть поведением и кротостью. Оказывается, друзья, в то время появилось огромное количество учителей, которые готовы были учить с кафедры, которые готовы были наставлять, которые готовы были говорить, но которые сами, они совершенно так не жили и не поступали. И апостол Лайков говорит, что вот эти самые учители, которые так живут, они подвергнутся большому осуждению от Бога, потому что если ты умный и разумный, чтобы давать другим советы, сначала докажи это делом своим. И вообще, друзья, в послании Якова эта мысль очень часто прослеживается, что у человека бывает, человек может впасть в такое состояние, когда он очень много знает, но это знание не является отражением, или оно, точнее, не перерастает в его жизнь, оно не становится его сущностью. Ну, об этом, например, вторая глава, когда человек знает, что нужно помогать ближнему, он говорит ему добрые слова, иди с миром, грейся, питайся, но он ничего не делает до этого, и человек, который услышал добрые слова, остался голодным, и никакой пользы в этом нет. И апостол Яков, друзья, он ведет борьбу вот с таким христианством, с христианством знающим, с христианством учащим, с христианством, которое огромный такой багаж имеет каких-то, каких-то вот таких, вы знаете, умственных размышлений, но с христианством, которое не способно ничего сделать на деле. И поэтому это послание, оно и говорит о делах, когда впоследствии апостол Яков скажет, не делами ли оправдался отец наш Авраам, не делами ли оправдался Рааф. Друзья, давайте вот представим Рааф, она живет в Иерихоне, и вдруг Рааф слышит, не только Рааф, но огромное количество иерихонцев слышит, что идет народ, у которого Бог, который показал свою силу над Египтом, и перед которым все народы разбегаются, и которые чудеса совершают, конечно, иерихонцы сильно испугались, очень сильно испугались. Они испугались этого Бога. У них появилась вера, что этот Бог сильный. Друзья, но кого вера спасла? Она спасла только Рааф, потому что когда пришли с Агрида Таи, то только Рааф приняла их. То есть ее вера, вера Рааф умственная, она преодолела страх Рааф. Вот представьте, как ей было тяжело принять этих Сагридатаев. Она знала, что если узнают, что она это сделала, то ее казнят, она будет предательница, ее родственников могут тоже как-то плохо к ним отнестись и так далее. И вот когда она встретила Сагридатаев, то у ней пошла борьба между ее пониманием в голове и ее страхами, и ее образом жизни. И она принимает решение поступить по своей вере. Она, поступая по вере, принимает Сагридатаев и прячет их, и спасает их. И написано, что вот эта вера спасла Сагридатаев. О, прошу прощения, спасла Рааф. Какая вера? Но ведь другие тоже верили, что Бог силен. Другие же тоже верили, что Бог могуществен. Почему же эта вера их не спасла? Да потому что их вера не превратилась в дела, не выразилась в делах. А вера Рааф выразилась, а она привела к делу. Друзья, Иаков, он не только в вопросе учительства, он не только в вопросе добродетелей, он вообще в вопросе жизни говорит, что недостаточно просто верить. Нужно и жить таким образом. Необходимо, чтобы ваша вера проявлялась в конкретных делах, чтобы вы не просто знали. И, друзья, иногда мне кажется, что мы, братья, которые управляем лагерем, руководим молодежью, у нас такая задача, более качественно сказать проповедь, лучше провести лагерь. Друзья, это такая задача и есть, и мы стараемся и со всех сил, как только можем. Но этого недостаточно. Ведь знание должно перерасти в умение, в навык, оно должно преобразить жизнь человека. И если этого не произойдет, то что останется? Останется знающий христианин, останется христианин, учащий других, останется тот, который легко засвидетельствует грешнику, но сам по себе. Он сам тебе этого не имеет. И вот здесь поэтому второе значение искушения. Первое значение искушения, мы сказали, это преображение нас в образ Христа. Второе значение искушения, посмотрите, как написано, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его». Последняя часть проповеди, она будет сосредоточена на этом стихе. Вот эта фраза, который переносит искушение, потому что, быв испытан, во многих языках, я смотрел на разных языках, она переведена таким выражением. Вот знаете, я сейчас вам поясню. Представьте, человек решил купить машину. Пошел в автосалон, говорит, я хочу купить машину, мне нужен тест-драйв. Его садят за руль, и он поехал по городу. Поехал, поехал, как бы испытывает машину. И когда он испытал эту машину, ему все понравилось, все у него устроило, он эту машину покупает. Говоря языком Иакова, блаженна машина, которая, быв испытанно, понравилась водителю, потому что она будет куплена. Понимаете, да? А вот если машина не понравилась водителю, если что-то там в нем отвалилось, я вот один раз ехал на машине, вот еду на машине, но не моя машина была, хотя у меня тоже так может быть, вот еду на машине, и хочу открыть окно, жарко очень, без кондиционера машина еще вот такая вот. Не открывается окошко, не открывается. Пытаюсь дворниками почистить, включаю дворники, что-то вообще другое зажигается совсем, там как все перепутано. И потом уже кончилось тем, что я пытаюсь переключить рычаг, и у меня рычаг остается в руке. Вот это реальная картина. Я остановился, и я, слава богу, что тормоз сработал, я остановился, позвонил хозяину, говорю, я не знаю, как на твоей машине ездить, у меня недостаточно опыта. Вот. Друзья, вот если машина не удовлетворила хозяину, то она остается как бы на доработку, на изменения, на еще что-то. Друзья, вот когда Бог нас проводит по жизни, да, вот нас учит чему-то. Вот представьте, вот этот лагерь. Бог нас учит, говорит слово свое в молитвенных часах, на собраниях, в личном Синей Библии, вот учит, учит, очень много знания, вкладывается, 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 как вкладывался, как в Иерусалимской церкви, вот, знаете, вот в этих людей вкладывался, вкладывался, а потом реалии жизни. А вот в реальной жизни как ты себя проведешь? Ты, каким образом ты покажешь свое знание? То есть это знание стало твоей сущностью? Ты по-настоящему такой или только знаешь об этом? Поэтому испытание, оно показывает нам, нас самих. Каковы мы на самом деле? Вот у меня есть одна знакомая, которая рассказывала про свою знакомую. Где она этот случай вычитала, я не знаю. Может быть, это где-то известный случай, а может, лично произошел. В общем, у них был человек, который всю жизнь говорил, что он знает английский язык. Гордился этим, других учил, поправлял и так далее по произношению. И однажды этот человек в группе своих товарищей попал за границу в Америку. И так как он знающий английский язык, то он обратился там к каким-то американцам с вопросом. И те американцы спрашивают, извините, на каком языке говорит этот человек? То есть, понимаете, он всю жизнь был убежден, что он говорит на английском языке. И он всю жизнь был убежден, что он хорошо знает. Но когда он приехал в Америку, вы просто не поняли. И, по-моему, это даже был учитель английского языка, если не ошибаюсь. Он где-то преподавал в школе. Бедные те ученики. То есть, вот человек думает о себе, что он таков. А он не таков. Он, оказывается, далек от английского. Он не знает его. Он думает о себе. И когда пришло испытание, выяснилась его настоящая картина. Друзья, в лагере в одном был такой случай, когда два брата, таких, знаете, мускулистых, мощных брата, они пошли пилить деревья. Там надо было несколько деревьев спилить, старых таких, сухостоев, но толстых. Они взяли пилу дружбу, и они стали пилить. И вот когда на них смотрели мы, то нам казалось, что это очень просто. Знаете, ну, два брата стоят, они даже одной рукой там что-то делают вот так вот. И одно дерево упало, второе дерево упало. Элементарно. Такое ощущение, что это очень просто. И два мальчика, подростка, но видите, я так как, есть определенные преимущества в возрасте, ты набираешься ума, а у них еще не очень. Вот. И они два мальчика говорят, а можно мы? А мне тоже казалось, что это просто, но я-то знал, что это не просто по опыту уже. Я им говорю, слушайте, это не так просто, элементарно. Ну, пожалуйста. Я этих братьев позвал, говорю, идите, ладно, отдохните, вот пусть мальчишки поделают. Эти два мальчика берут эту пилу и одной рукой, так же, как эти братья, начинают водить. Друзья, эта пила, она даже не входит в дерево. Она даже, она просто пилит кору, и кора оказалась еще сильнее, чем эта пила. Тогда эти два мальчишки уже двумя руками начали пилить, и они вгрызлись в один миллиметр. Вот. И тогда они стали пилить дальше, друзья. Через полчаса они свалились. Реально, они лежали на земле, у них все было мокрое, они дышали, друзья. Пила вошла в дерево вот настолько. И все. Потом подошли эти два брата, и левой рукой стали пилить, и опять дерево упало. Друзья, то есть, оказывается, недостаточно знать, недостаточно предполагать. Надо еще и уметь быть сильным. То есть, потом, когда эти парни сказали, спросили, а почему у нас не получилось, им объяснили. Вам нужно быть сильными людьми, вам нужно набираться опыта, вам нужно набираться сил, чтобы уметь так делать. Недостаточно знать, недостаточно думать. Вот Михаил привел хороший пример про Петра. Петр говорит, я от тебя не отрекусь. Христос говорит, ты отрекешься трижды. Вот у меня вопрос, почему Христос сказал, что ты отрекешься трижды? Это что, месть такая? Или это проклятие такое? Или что это такое? Вот если бы Петр не сказал, он отрекся или отрекся? Друзья, Христос просто ему открыл глаза на его состояние. Петр, ты не можешь, ты хочешь, но ты не можешь. Ты еще очень слабый. У тебя нет сил. Ты отречешься сто процентов просто потому, что ты еще далеко-далеко не такой, как ты себе думаешь. И Петр отрекся, потому что он был не готов. Правда это, как правдор Михаил сказал. Блаженый человек, который переносит искушение. То есть человек, который способен выдержать искушение. Блажен тот, который готов перенести искушение. То есть не просто его пережить, не просто пройти через искушение, а пройти, не согрешив, исполнив волю Божию, оставшись христианином. Друзья, блажен такой человек. И это важная мысль. Почему? Потому что, друзья, мы сейчас живем в обществе христиан, которые знают очень много, но которые не являются таковыми по сути. Мы знаем, что нужно быть жертвенными, но мы не жертвенные. Мы знаем, что нужно быть терпеливыми, но мы не терпеливые. Мы знаем, что нужно быть благовествующими, но мы не благовествующие. Мы знаем, что нужно быть не любящими мира, но мы любящие мира во многих вопросах. Друзья, мы многое знаем. Сейчас вот возьми каждого из вас, поставь сюда за кафедру, и может быть вам не позволит ваше смущение и врожденная скромность сказать проповедь, да? Но знания, которые у вас есть, они позволят вам сказать проповедь, вы многое знаете, но когда приходят реалии жизни, друзья, мы не можем терпеть, мы не можем сносить, мы не можем переносить, у нас не хватает сил, мы живем практически не отличаясь от жизни обычных мирских людей во многих вопросах. Почему? Потому что знание не преобразилось, не растворилось верою, как написано, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Друзья, поэтому послание Якова, оно еще одну тему важную поднимает. Нет, недостаточно знать христианские истины, недостаточно размышлять о Боге и верить догматически правильно, нужно еще и быть настоящим христианином. И искушения, испытания нашей жизни, они нам показывают, какие мы на самом деле. Когда к нам приходит, допустим, человек, который нас раздражает, а мы раздражаемся, мы должны радоваться тому, что Бог показал, какой я. Я-то думал, что я легко сношу раздражающих людей, я легко могу быть жертвенным, я легко могу переносить трудности, а по факту оказалось, что я не могу ничего сделать. Написано, если ты бежал с пешими, шел с пешими, и они утомили тебя, то как тебе состязаться с конями? То есть, если я не могу преодолеть малейших искушений, то можно сделать вывод, что я еще далеко-далеко не христианин в той мере, в которой должен быть. Искушения нам открывают глаза на самих себя, они очень полезны, они очень нужны для того, чтобы мы видели самих себя. Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, получит венец жизни. Друзья, не сразу искушения, испытания заканчиваются победой. Раз мы прошли, не получилось, да, там где-то согрешили, раздражались, покаялись, исправились, призвали Божью помощь. Второй раз Бог производит нас через какие-то обстоятельства, проводит нас. Третий раз нас приводит через обстоятельства. И в какой-то момент времени мы достаточно впитали Божьей благодати, достаточно научились от Него, достаточно уподобились Его образу, чтобы в какой-то момент времени пришло то же самое искушение, а мы его преодолели. Мы его прошли. И такой человек блажен. Такой человек счастлив. Почему? Потому что он наследует венец жизни, он наследует благословение. И последняя мысль, друзья, и мы помолимся с вами, здесь написано еще и о той силе внутренней, которая заставляет человека двигаться в этом направлении. Посмотрите, этот путь, который мы сейчас описали, он сложный. Кто-то скажет, зачем мне все это нужно? Я просто живу и живу, да, и нормально живу. Да, пусть я не соответствую тому образу Христа во всех вопросах, но уже я человек. Зачем мне вот этот путь? Очень сложный путь борьбы, работы над собой. Зачем мне этот путь вот смирения, когда я должен видеть самого себя, исправляться, постоянно где-то унывать от того, что у меня что-то не получается? Зачем мне все это нужно? Друзья, здесь написан такой момент, очень интересный. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь кому? Любящим его. Друзья, вы знаете, оказывается, вот весь этот путь невозможно пройти, если у тебя нет любви к Богу. Любовь – это то чувство, которое заставляет человека преодолевать трудности, преодолевать искушения, переживания. Вот недавно я сочитывал одну пару, и я сказал такую мысль. Вот если бы не любовь, вот если бы не любовь, то в браке вообще смысла нет. Ну, друзья, вот куда легче жить одному, согласитесь, да? Вот я заработал там 30-40 тысяч рублей в месяц, потратил на самого себя, а сейчас мне их тратить надо жену и 8 детей. Зачем мне это надо? Вот зачем мне это, вот чисто вот логически рассудить, зачем мне это надо? Дом содержать. Надо в поездку поехать. Ну, особо не поедешь, потому что есть обязанности семейные. Ребенок заболел, вот у меня Ольга заболел, переболел этой болезнью, да? Сейчас уже год прошел, больше года прошло. Вот недавно мы вернулись с поездки. Просто все хорошо было. Домой прихожу, у нее температура 38,5. Друзья, я чуть не умер там рядом, вот около нее, понимаете? Чуть не умер, у меня так плохо стало, ребенок заболел, у меня эти переживания, у меня все выключило. Я сижу, у меня плохо от того, что ребенок заболел. Зачем мне это надо? Живи один, да радуйся. Ну, кстати, кто еще не женатый, имейте в виду. Вот, вот, и Павел говорит, вы будете иметь скорби по плоти, мне вас жаль. Павел понимал, что тяжко быть вместе. Друзья, а зачем вот любой человек, который женится или замуж уходит, он же понимает, что жизнь будет достаточно сложная во многих вопросах. Ну, по крайней мере, для своей плоти сложная, легче одному. Зачем, друзья, это все? Что человека толкает на это? Ну, единственное, любовь. Я люблю своих детей, я люблю свою жену, и мне, ну, скажу, что приятно, и доставляет радость заботиться, а не делиться своей зарплатой с ними, или все отдавать даже. Мне это приятно и радостно, потому что я их люблю. И я не представляю, как я бы жил один, да, было бы все мое, все было бы мне, но мне было бы очень плохо, потому что нет любимых людей рядом со мной. Вот, любовь, друзья, она заставляет нас двигаться к тому, кого мы любим. И здесь написано, любящим его, друзья, кто переносит искушения, кто готов идти сквозь эти трудности жизни, сквозь свою плоть, сквозь свои какие-то внутренние расположения, к тому, что хочет Господь, кто способен посвятить свою жизнь тому, чтобы подавляться Иисусу Христу, кто? Написано, вот, любящие его на это способны. Вы знаете, почему умножаются беззакония? А беззаконие, это как раз и есть удаление от Бога и приближение к миру. Это называется беззаконие. Вы помните, почему умножается беззаконие? Потому что охладевает любовь. Нет любви, друзья, нет стремления. Это очень глубокие мысли в этом послании. Я хотел бы предложить вам, чтобы вы не оставили изучать это послание в течение всей недели и даже потом, потому что это послание, которое учит нас нашей практической жизни, оно позволяет нам, друзья, увидеть нашу жизнь другими глазами, глазами вечности, глазами духовными, друзья. Увидеть, что Бог имеет о нас очень важные цели. Он очень хочет иметь вечное, бесконечное общение с нами, но Он не может общаться с ничем нечистым, и Он желает убрать у нас это нечистое. И для этого Он употребляет обстоятельства жизни, употребляет какие-то трудности. Все это Он употребляет, чтобы содействовать нашему благу, высокому благу, быть подобными безгрешному Иисусу Христу, совершенному Иисусу Христу во всей полноте. И эти искушения, которые мы с вами переживаем, они содействуют этому, и они нам показывают, на какой стадии мы находимся сейчас. Мы должны увидеть себя реальными, мы должны увидеть себя теми, какими мы есть на самом деле, чтобы, друзья, мы не только утешали себя тем, что мы много знаем, или о многом помним, или мы много поем, или мы много на общение собираемся, а чтобы в реальной жизни мы тоже были настоящими христианами. Чтобы у нас это было на уровне наших, ну, как сказать, внутренней природы, на уровне нашего сердца. Друзья, это важная тема, и, конечно, мне не удалось в течение одной проповеди сказать всю глубину этой темы, но хотелось бы, чтобы мы сейчас вместе помолились, чтобы Бог открыл вам эту истину глубже, чтобы ваша жизнь, которая только начинается, она бы не была посвящена каким-то другим целям, кроме одной, быть подобным Иисусу Христу. Давайте мы встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.